Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта «Экзегет.ру» толкование на Евангелие от Матфея. Глава 13. «Выйди же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народу, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу, и поучал их, много притчами говоря. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце увялое, как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, выросло тернии, заглушило его, иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им, и он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать цайны царства небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет, потому что, говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют, и сбываются над ними пророчества Исаии, которые говорят, слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубило сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же, блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышите. Вы же выслушаете значение притча о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых мехцах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корню непостоянен, тогда настанет скорбь, или гонение за слово тотчас соблазняется. А посеянное в терне означает того, кто слышит слово, но заботы века сего, и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Вот такой пространный отрывок мы вынуждены прочитать, поскольку здесь Христос не просто приводит саму притчу, но и дает ее толкование. А между самой притчей и толкованием дает нам очень важные слова, которые помогают нам понять, почему он обращается к человеку притчами. Сама по себе манера приточного объяснения связана именно с тем, что человек, который напечатлевает в своем уме, в своей памяти образы, которые он берет из притчи, помогает ему лучше запомнить те духовные принципы, которые этой притчей обозначаются. А еще одна причина заключается в том, что человек часто не готов бывает услышать напрямую те важные законы или заповеди о Царстве Небесном, которые хочет бог, чтобы мы исполняли. И тогда вынужден человек слышать притчу. Но вот слова, которые здесь произносит Христос, «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и дальше и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». По сути дела говорят нам о человеческом жестокосердии. Но слова звучат так, что человек, получается, сам виноват в том, что он не может понять, чего от него хочет Бог. В свободном волеизъявлении человека заключается принятие или непринятие божественного дара. И вот это чаще всего нежелание человека пойти навстречу Господу, делает его сердце каменным. Оно закрыто для вхождения в него слов божественных. Итак, притча о сеятеле. Надо сказать, что важность этой притчи очень сложно переоценить, поскольку притча эта содержится в трех первых Евангелиях. Конечно, очень проста, понятна для нас притча. Мы понимаем, что по всей вероятности, среди учеников, или лучше сказать, вот того множества народа, которое было вокруг Христа, были люди, которые были самых разных профессий. И Христос на понятном для человека языке говорил и раскрывал принципы духовной жизни. По всей вероятности, для хлебопашцев, для тех, кто сеял хлеб, кто выращивал хлеб, эта притча апеллировала к их опыту, к их мудрости. Для них она была проста и понятна. Когда мы слышим слова этой притчи, когда мы слышим объяснение Христова, то самое главное, пожалуй, здесь не поступить по-фарисейски, не пытаться выверить, к какому разряду почвы относится человек. Мы относимся к дороге, мы относимся к камням, мы относимся к терниям или относимся к доброй почве. Чаще всего верующий человек, увлеченный своим собственным личным подвигом, думает, читая эту притчу, так, «Слава Богу, что я отношусь к доброй земле в силу того, что я поверил Богу». Но притча говорит нам, по сути дела, о другом. Сердце всякого человека, оно не может быть поделено на дорогу, на камень, на терния. В нашем сердце все присутствует абсолютно. Это и вытоптанная земля, это и каменистая почва, это и терния, это соблазны мира, которые заглушают в нас тягу к Слову Божьему. А вот если поставить вопрос, чем принципиально отличается добрая почва от первых трех видов почвы плохой, то мы на этот вопрос ответим просто. Это вспаханная земля. И более того, такой вспаханной землей может стать любой из первых трех видов почвы. То есть, если человек поставит плуг и вспахает землю при дороге, и плугом вытащит из земли камни, сделает землю мягкой, и плугом разорвет и вытянет корни терний, то, по сути дела, всякая земля готова будет стать доброй, чтобы принять плод. Но если это мы переводим уже в плоскость духовную, и поставив вопрос, что это значит вспахать свое сердце, то, конечно, ответим на него опять же просто. Это исполнение заповедей Божьих. Это ревностное исполнение без жалости к себе. То есть, именно несением креста своего, который дает нам Господь, теми скорбями, теми болезнями, теми проблемами, которые посылает нам Господь, и при этом просит исполнить Его святые заповеди. По сути дела, мы свое сердце подготавливаем к тому, чтобы посеянное Слово Божие принесло великий плод. То есть, ввело нас в Царство Небесное. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему добрые семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг Его и посеял между пшеницу и плевелой, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, Господи, недобрые ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал им, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сделаем небольшой промежуток, попозже его прочитаем и приступим дальше. Тогда Иисус, отпустив народы, вошел в дом, и приступили к нему ученики Его, сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющие добрые семьи есть сын человеческий, поле есть мир, добрые семьи это сыны царства, а плевелы сыны лукавого. Враг посеявший их есть дьявол, жатвы есть кончины века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут их из царства, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов, тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Вот тоже очень важная притча, и не случайно сам Христос дает толкованием апостолам этой притчи, чтобы они правильно ее поняли. О чем эта притча? Ну, эта притча, конечно, о том, что с самого начала существования Церкви Христовой на земле, помимо истинных чад Церкви, есть сыны Лукавого, которые внешне практически не отличаются ничем от истинных сынов Царства Небесного. Когда мы читаем в этой притче слова о том, что была посеяна плевела между пшеницей, и слова о том, что господин отказывается дать разрешение своим слугам выдернуть плевелы по причине того, что вместе с ними можно выдернуть и пшеницу, нам часто кажется, что это может случиться по причине того, что плевелы переплелись корнями с пшеницей, выдергивая одно, зацепишь другое. Да, и это правильно, но тот, кто знает растительность Ближнего Востока, тот может свидетельствовать и о другом. Дело в том, что плевелы – это такое растение, которое, когда еще не начинает плодоносить, очень похоже на пшеницу, которое тоже еще не начинает плодоносить. То есть, посмотрев на плевелы, мы можем с уверенностью подумать, что это растет пшеница. И наоборот, соответственно. То есть, их схожесть говорит нам, конечно, о другом. О том, что сыны Лукавого внешне часто практически никак не отличимы от истинных сынов света. А с другой стороны, по сути дела, Христос этой притчей утверждает другую очень важную вещь. То, что до, от начала и до конца Вселенной, до конца существования мира, в Церкви всегда будут существовать и те, и другие. Но только в конце ждет праведный суд всех, и праведники высияют, а беззаконники будут наказаны. Возвращаемся к 31 стиху 13 главы. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Мне кажется, что эти две притчи раскрывают, по сути дела, один очень важный принцип жизни церкви на земле. Правда, притчу о зерне горчичном чаще всего святые толкователи приноравливают к внешнему распространению церкви по вселенной, а притчу о закваске – к внутреннему преображению человека. Подобно действительно тому, как зерно горчичное еле видится, когда лежит на ладони, но брошенное в землю прорастает и дает плод, и превращается в дерево, можно сказать, точно так же и церковь Христова. Она, начинаясь, по сути дела, в никому неизвестном месте, среди совершенно неграмотных, ничего не значащих людей, в конце концов распространилась по вселенной таким образом, что целые народы смогли войти под сень этого великого растения, условно выражаясь именно церкви Христовой. А притча о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, говорит нам о призыве человека преобразить все свое естество. Вот эти три меры муки, это именно тело, это душа и это дух. Закваска, которую бросает женщина, это, конечно, Слово Божие. Оно только способно истинно преобразить человека на путях спасения. Но, подобно тому, как закваска, это тоже вещь очень зыбкая, она практически вливаемая в естество, растворяется сразу с мукой и становится неотделимой от нее. Точно так же и Слово Божие, входящее в сердце человека. Оно начинает свой преобразовательный процесс, преобразовательный процесс, практически часто незамечаемый самим человеком. И он не всегда в состоянии понять, что это именно под действием Слова Божия. А его тянет к свету и тянет к божественной любви. Еще, подобно царству небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царству небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Вот первая притча, по сути дела, есть не что иное, как свидетельство о величии православия, о величии той веры, которую приносит нам Господь. Но, подобно тому, как человек узнает, где находится сокровище, именно только на поле, но пока еще не знает, где его найти, он вынужден купить поле, а поле может купить только при условии, если все продаст. Точно так же, говорит святитель Леон Златоуст, если ты имеешь ищущую душу, то до тех пор, пока не отречешься от всех мирских благ, ты не сможешь приобрести то, что откроет тебе сокровище на этом поле. А по поводу жемчужины, конечно, здесь мы видим нечто подобное, вот в предыдущей притче, подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную, опять вынужден все продать, чтобы ее купить. Вот этой драгоценной жемчужиной для всякого верующего человека, конечно, является спасение. И спасение приобретается только на путях, опять же скажем, отречения от всего мирского, всего того, что мешает нам исполнять святые заповеди Христовы. Еще подобно царству небесной неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, и сдадут ангелы, отделят злых из среды праведных, вергут их в пещу огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все? Они говорят ему так, Господи, он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагогах их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не плотников ли он сын, не его ли мать, называется Мария, и братья его Иаков, и Оси, и Симон, и Уда, и сестры его не все ли между нами, откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Последняя притча именуется притчей о неводе, и мы видим, что сам Христос ее опять же объясняет, толкует ее. Тоже очень важные притчи, которые сродни, наверное, вот притчи о пшенице и плевелах. Но если в притче о пшенице и плевелах утверждает, что с самого начала существования церкви будут в ней находиться как сыны света, так сыны и лукавого, то притча о неводе говорит нам, конечно, делает акцент на другом, о том страшном суде, когда при кончине века издадут ангелы, говоря словами притчи, а делят злых из среды праведных. И одних помилуют, а других вергут в печь огненную. Но в данном случае притча, мы видим о неводе, подводит итог всему тому, что сделал Господь, воплотившись на земле, что Он открыл для человека, что Он устроил в виде церкви, как начатка Царства Божия на земле. А первая притча и ряд других притч, они были именно притчами о том, с чего Царство Небесное начинается. Это, конечно, Слово Божие. Ну и вот последние слова, которые мы прочитали, о соблазне иудеев относительно Христа, то здесь, наверное, нужно сказать следующее. Конечно, для тех людей, которые являлись соотечественниками Христовыми, вот мы читаем, когда окончил Иисус притчись, и пошел оттуда, и придя в Отечество свое, начал соблазнять именно тем своим мессианским званием, которое имел, то отчасти это нам понятно, поскольку Христос, возрастая в Назарете, в возрасте юноши, в младенческом возрасте даже, можно сказать, в отроческом, молодого человека, рос перед глазами своих соотечественников, и они не находили в нем никаких особенных, мы должны сказать, дарований. Он находился только в послушении у матери и отца. Его сводные братья от первого брака Иосифа тоже были перед глазами у иудеев, они тоже ничем особым не выдавались. Он был сыном плотника, сам Христос. И вот в данном случае соблазн можно объяснить именно чем. Мы говорили о том, что для современных иудеев Мессия должен быть в первую очередь с сыном царя Давида, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть и богатый, и славный, и красивый, и сильный. А Христос – это тот, кому и главы негде преклонить. Друг мытарям и грешникам, яцы и винопийцы, как говорили в его адрес фарисеи. И вот именно с одной стороны хорошее знание о том, как возрастал Христос, будучи вот в этих стадиях возраста юноши, отрока, молодого человека. А с другой стороны, знание о том, кем должен быть с точки зрения иудеев эпохи Христа истинный Мессия и рождало в их головах, в их мировосприятии именно вот этот соблазн, который не давал им возможности принять Иисуса как истинного Христа. Ну, поэтому Христос и говорит о том, что пророк без чести бывает только в Отечестве своем. Но последний стих 13 главы он имеет очень важное значение «И не совершил там многих чудес по неверию их». Мы здесь должны свидетельствовать о том, что Бог готов нам помогать только при одном условии, если мы доверяем Ему, если мы принимаем Его святые заповеди, пытаемся их исполнить и через них открываем Богу то, что мы Ему верим. Если этой веры нет, то, как это не парадоксально будет звучать, Бог нам ничем помочь не сможет.